Добрый день, дорогие друзья! Мы в прямом эфире. Это Prima Media Live. С наступлением тепла в городе вновь появились любители велоспорта. Те, кто активно этим занимается, те, кто занимается, не знаю, один раз в месяц, в лучшем случае, у нас в гостях Евгений Мамаев, руководитель проекта велосипедизации Владивостока. Вот мы сегодня и поговорим, собственно, о развитии, снова поговорим о развитии велоспорта в Приморском крае, велокультуры в Приморском крае, в городе Владивостоке, о новых планах, о новых идеях, о свершениях, о задумках, о проблемах и так далее. В общем, спасибо, Евгений, что пришли к нам в гости. Спасибо, как обычно говорят, что пригласили. Да, 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 все так говорят. Что нового? Вот проект велосипедизации в городе Владивостоке. Сколько, два года ему получается? Ну, два с половиной года. Два с половиной года. Что нового в этом году и есть проект? Или все-таки вот как-то вот уже все устаканилось и ничего не хочется? Вот вроде проект есть и все. И наоборот? Да, хочется нового. Другой момент. Изначально мы заходили с идеей все-таки трансформации городской инфраструктуры, да? И понятно, что на событийном уровне, там, прошлый год, позапрошлый год, я думаю, мы достаточно неплохо наполнили программу таких вот мероприятий. Но вот системных изменений, к сожалению, мы пока добиться не можем. Пытаемся. И, ну, на мой взгляд, вот точно, чего мы достигли сейчас, вот если говорить о каких-то там достижениях, это сто процентов, что мы вот это все-таки среду велосипедную расшатали, как-то вот растромошили. Потому что даже вот анализируя просто, какие мероприятия велосипедные проходят, то есть, во-первых, спортсмены включились, ну, на мой взгляд, активно. То есть, если раньше были какие-то определенные лидеры, которые что-то делали, да, или велосообщество, сейчас вот много там нам людей пишут, то есть, видно, что люди сами начинают что-то делать, организуют какие-то гонки, собирать народ. То есть, на мой взгляд, это тоже предпосылки мы создали для того, чтобы люди увидели, что это можно делать самому, не нужно никого дожидаться. Примерно формат, какой можно этого сделать, как об этом рассказывать и так далее. Вот. Поэтому вот я думаю, что мы в этом плане достигли результата. Плюс, конечно же, вот большой, ну, как бы очень много покупают сейчас велосипедов. Причем, если раньше это больше такой контингент был парни, сейчас достаточно вот увеличивается процент девушек. Ну, и вообще, как бы семейный такой момент уходит, что это прям переходит в уровень времяпрепровождения, да, вот досуга. И я думаю, это тоже, мы в определенной степени на это повлияли, скажем так, показали, что это можно, что это нормальная штука. Вот. Чего хочется сейчас, наверное, ну, понятно, продолжать саму идею, что пользоваться велосипедом – это нормально. И, наверное, в этом году мы больше будем на какую-то такую индивидуальную, что ли, составляющую рассчитывать людей. То есть, просто, чтобы люди показывали своим примером, ну, вот не боялись и ехали. Поэтому мы сейчас вот запустили велошколу, то есть, где рассказываем о том, как безопасно ездить по городу, как быть предсказуемым, вообще какие навыки и вообще о чем стоит знать, если ты в городе находишься. А в каком формате это сейчас школа существует, работает? Велошкола сейчас формат, вот первым мы провели, получается, лекцию 17 мая. То есть, это лекционный блок, где я рассказываю какие-то вещи о том, какие знаки бывают на дороге, там, разметка, приоритеты и так далее. Потом какие-то базовые вещи, касаемые экипировки велосипедиста. И планируем провести также практику, где какие-то вещи мы будем закреплять. Вот. И, ну, большой сейчас запрос идет, так как пользователей много именно просто как, ну, новичков, скажем так, да. То есть, большой запрос идет о том, вообще, в принципе, как элементарные технические навыки эксплуатации. То есть, там, как поменять колесо, как настроить передачи, как настроить тормоза. То есть, самому, чтобы никуда-то там везти или там неизвестно у кого спрашивать. Вот. Поэтому я думаю, какую-то вот эту базу расширим, того, что мы предлагаем. И многие звонили мне вот по моменту, говорили, а учите ли вы вообще кататься на велосипеде? Что, то есть, для меня тоже такой момент. Ну, я не ожидал, на самом деле, что люди готовы, хотят. И звонил дальше, какая-то женщина, говорю, а возраст для вас важен? Я говорю, ну, если вы про детей говорите, то где-то лет там с 14-12. Вот. Она говорит, нет, нет, типа, уровень старшего предела, да, какой у вас? Я говорю, да, в принципе, там границы нет. Говорит, ну, вот мне вот как бы там 50, я хотел бы научиться на велосипеде кататься. То есть, в принципе, я думаю, мы это тоже будем сейчас штуку развивать в течение лета. Я думаю, мы, ну, во-первых, разделим эти блоки, то есть, лекционные однозначные практику и дополним вот какими-то такими элементами эксплуатации велосипеда. Где записаться в школу, где найти контакты? Вообще, всех, на самом деле, всегда ждем на наш сайт iBikeVail.ru. Там мы делаем анонсы всегда. Понятно, что в социальных сетях мы тоже анонсируем информацию. И вообще, мы там планируем сейчас прям отдельную страницу завести по велошколе, где будет это все публиковаться. Ну, вот, по сути, получается, одну часть задачи вы решили, привив людям любовь к велосипеду, а вторую задачу, что была же там по пее, да, что мы тут и будем велосипедные дорожки делать и там и парковки делать. Вот вопрос один из интернета как раз-таки вот про велопарковки. Как обстоят дела с велопарковками, кроме торгового центра Черемушки и гипермаркетовый лазер, не могу припомнить ни одной современной конструкции. Когда начнется обустройство велодорожья, как ведется работа в этом направлении, совместно ли с администрацией Креморского края, администрацией города? И ведется ли вообще? Круто вопрос такой. Значит, по поводу того, как с городом. С прошлого года мы пытались выйти на какую-то рабочую группу при администрации. Это, собственно говоря, даже когда я в Москву съездил, одной из проблем мне говорили, что нет коммуникации между структурами. То есть, например, транспортники, которые занимаются там вопросами передвижения вообще транспортных потоков. Потом те, кто дороги строит, те, кто дороги обслуживает. Это вообще три структуры. И зачастую какие-то вещи, которые они делают, они абсолютно с собой не связаны. И мы с прошлого года предлагали сделать какую-то рабочую группу, на которой мы могли бы тоже в качестве вот таких, скажем так, экспертов со стороны велосообщества какие-то вещи помогать дорабатывать, либо предлагать конкретные идеи и с ними работать. К сожалению, это все застопорилось. И в целом, пока мне даже сложно что сказать, куда он дальше пойдет. Вот. Поэтому на данный момент мы сфокусируемся, ну, хотелось бы, по крайней мере, если хватит ресурса, сделать каким-то, самим сделать какие-то проекты, какие-то маленькие, и предложить их уже конкретное решение, чтобы попробовать как эксперимент. Потому что, ну, вот город сам для какой-то инициативы, на мой взгляд, пока не готов. Ну, не знаю, по каким причинам. Ну, либо не хочет. Край. Вообще, вы ходили как-то на край, чтобы это такой велоэксперимент, ну, в краевом масштабе. Потому что я вот с удивлением заметил, да, вот в центре Уссурийска там ГУМ, стоит велопарковка. Для меня это было, честно говоря, неожиданно, причем там были припаркованы велосипеды. Ну, вот, собственно. Уссурийска вообще в этом плане. Ну, в принципе, и Артем. Это, да, вообще, кстати, на самом деле, я просто посмотрел, все города практически прямые, а они там находятся в каких-нибудь долинах, либо где реки. Вот, поэтому у них, конечно, в этом плане, действительно, для них это очень удобная штука. Тем более, что расстояние маленькие, в принципе. Вот. В треку Уссурийска могу сказать, что там есть, я, к сожалению, не помню, как его зовут, по-моему, Александр. Он занимается тут велоспортом, там у них. И он достаточно, как бы, активно эту тему продвигает. И вот ему удалось договориться, чтобы парковки эти были сделаны, и они их расставили. Мы приходили с инициативой делать парковки, но все упырилось, опять же, финансирование. То есть нам, как бы, сказали... Неужели это настолько затратный проект делать парковки вот эти? Ну, фиг его знаю. Ну, значит, затратный. Раз город сказал, что ищите, как бы, спонсоров у тех мест, где эти парковки должны стоять. Вот черемушки, гипермаркет, вылазеры, они сами их делали? Ну, вылазер 100% делали сами. Я не знаю, там, под шумиху общую они это сделали или как. Вот. На мой взгляд, одна из более-менее нормальных. Единственное, что, ну, как бы... Ну, на самом деле, многие велопарковки, особенно вот возле супермаркетов, они сделаны либо потому, что там что-то какая-то конструкция была, они решили доработать и сказать, что это велопарковка. Вот. То есть, ну, короче, больше как бы показать, что вроде как она есть. Потому что они находятся далеко, там практически никто парковать их не будет. То есть, вот с точки зрения пользователя, они совершенно не просчитаны. Например, в тех же черемушках, на мой взгляд, ну, то есть, лучше делать на крытой парковке. Ну, то есть, разрешать заезжать, оставить велосипед, нежели там вот он стоит, и непонятно, то ли он человек приехал в черемушке, то ли он просто в микрорайоне здесь где-то находится рядом. А вот. В лазер, ну, вот более-менее еще что-то они сделали. В целом, то есть, ну, да, получается, сами люди, представители тех компаний, да, каким-то образом, либо кто-то там катается, либо они с точки зрения лояльности какой-то, да, там начинают делать вещи. Но, опять же, немногие продумывают вообще, насколько это удобно, к сожалению. Как-то так, про парковки могу сказать. У нас есть, и вот ребята, кстати, сам себе вело, они готовы, в принципе, там, разработали проект. Велосипедов, да? Да, они, выразумеется, прокатом. Они вот сейчас, и, кстати, у них завелась такая прям клевая штука, они, в общем, делают кастомные байки, то есть, сами прямо разобрабатывают рамы. Вот, молодцы в этом плане. Они готовы, собственно говоря, даже включиться в этот процесс. В другой момент, опять же, мы втыкаемся в это финансирование, да, то есть, кому это будет интересно, и кто за этим будет в целом как бы следить. Потому что одно дело, в принципе, установить, да, если мы говорим как организация, что мы условно устанавливаем, да, то, опять же, возникает вопрос, а будете ли вы за этим там следить и наблюдать? Ну, вот это какие-то вопросы нужно тоже, на мой взгляд, как-то решать. Вот. Вот. Поэтому пока только инициатива тех мест. То есть, если они вот готовы, хотят, и вот если нас вдруг кто-то смотрит... А какие-нибудь коммерсанты вот выходили на вас с просьбой, ну, хотя бы проконсультировать их, счет строительства каких-то парковок, ну, возле там своих там офисов или... Конкретно на меня нет, не выходили. В свое время как бы музей Арсеньева, они спрашивали, что для этого нужно, например, сколько это стоит. Вот, еще какие ребята, а так в целом нет, собственно говоря. Но я могу понять отчасти, да, этих людей, потому что так, в принципе, на велосипеде по городу мало кто катается, да, и инфраструктуры для этого вообще нет никакой, там, не дороже, к нему, уж тем более там знаков. Вот. То понятно, вероятность того, что это будет у клиент, ну, она достаточно маленькая. С другой стороны, ну, это, на мой взгляд, вопрос будущего. То есть, если поставить, и, например, вы являетесь там кафе либо каким-то там местом, в совокупности рядом какие-то тоже кафетерии находятся, то есть большая вероятность, что человек, который, например, не мог раньше приехать, потому что он там боялся припарковать, да, или не знал куда, есть вероятность, что он выберет именно это заведение, потому что здесь можно, вот, это сделать. Потому что, ну, вот реально, мне даже вот там в Триалспорте говорят, что, то есть, они не успевают собирать велосипеды. То есть, вот только собрали, и достаточно очень быстро их сразу покупают. Поэтому, ну, пошел такой велосипедный бум в городе, да? Ну, да, он идет, прям идет, идет. И на русском острове, то есть, все больше и больше людей катается, и там даже Цесаревич, если заглянуть в выходные дни, то есть, там просто очень много людей, очень много. Ну, понятно, там ролики уже популяризируются и так далее. То есть, в принципе, вот эта вот тяга к активному времяпрепровождению, она выходит, и на самом деле многие наши пространства вообще не готовы. То есть, посидеть, да, пожалуйста, там, попить кофе тоже, как бы, пожалуйста, да? А вот что-то там действительно поделать, ну, как-то вот для себя используется очень мало, мне кажется, места у нас. Тема с велодорожками в городе, можно считать, что умерла? Да нет, не умерла. Я думаю, что она, наверное, будет как-нибудь воскрешаться, вполне возможно. Просто мы, наверное, тоже заходили с такой радужным ощущением, что вот, блин, сейчас нам дают добрый, зеленый свет, да. Но опять же, то есть, я прекрасно понимаю, что если, в общем, дальше продолжать это как-то, ну, допинывать, я думаю, что-то в любом случае будет происходить и будет двигаться куда-то процесс. Желание есть допинутый или все-таки уже пропадает оно? Я бы сказал, желание есть, сил может быть уже не так много, потому что там, ну, на данный момент, то есть, ввиду там, так как это, в принципе, дополнительная, да, такая штука моей занятости, не основная. То есть, она… Нагрузка такая, да. Да. Чем проект как бы серьезнее становится, тем он больше требует под себя ресурсы. И понятно, что какие-то вещи, ну, то есть, сложно прям уже делать прям очень-очень много-много. То есть, вот в прошлом году мы попробовали сделать, нам самим не совсем как бы все нравилось, то, как это происходило, и под конец у нас действительно уже там, ну, на мой взгляд, как бы не хватало сил, да, что-то доделывать и делать это интересней. Вот. Поэтому в этом году хотелось, может быть, мы и сделаем, ну, в смысле не может быть, а мы сделаем какие-то события, вот, не так много, но, может быть, больше выложимся именно в качество самого события. Парк Минного городка, вот про что хотел поговорить. Ну, вообще, крайне интересная тема. Я, кстати, хочу написать Шигурову, потому что он все называл-зывал туда на эти встречи, вот, и народ туда ходил, и все, и заглохло. Хотя у меня даже, я сфотографировал, ну, так как я живу рядом, там есть прям уже зону, поделили, как бы что собираются делать, вот. А там уже вымеряли, там, и сколько асфальта нужно, там подходят, и дорожки, насколько я понимаю, какие там… Ну, круто, если это будет сейчас вот что-то делаться конкретное уже, потому что, это, ну, одно могу сказать, что убрали мусор, вот это сто процентов. И там, по сравнению с прошлым годом, это вот прям два разных места, действительно, туда очень приятно прийти. Другой момент, что там все раздолбанно. Ну, это тоже вопрос времени. Ну, да, я… Был же разговор о том, что вот сейчас там будут прям дорожки круговые, чтобы можно было поездить и так далее. Ну, фиг знаю, ну, вот я не видел этих проектов. Просто, вы, видишь, как бы, Шугуров тоже нам говорил, вы нарисуйте что-нибудь. Мы говорим, а что мы можем рисовать, если концепции как бы нет? Ну, вы как бы скажите, что вот такие-таки, какой-то проект, да, мы готовы в него войти. Или вот в проекте заложено, что должны быть велодорожки, могли бы вы посмотреть и сказать, насколько это удобно, окей. А так, получается, ну, то есть, предлагать то, что потом скажут, мы делаем по-другому, ну, я вот не совсем немножко понимаю. Мне вообще интересно, кто этим занимается, ну, в контексте разработки. Потому что раз уже по зонам поделили, значит, уже есть какое-то представление, как бы, то есть, есть какой-то подрядчик, как минимум, значит, они что-то должны отталкиваться. Ну, без понятия, кто там что будет делать. Сотрудничество с Дальневосточным федеральным университетом какое-то есть, потому что, ну, грех не воспользоваться огромное количество студентов. Территория, по сути, достаточно такая, ровная, ну, можно там по кампусу ездить на велосипедах. И, в принципе, можно сделать его как основной транспорт передвижения по кампусу, совершенно нормально. Ну, его, по-моему, используют. И его используют, но не в таком количестве, как можно было бы. Ну, на мой взгляд, это больше вопрос с этих студентом в том контексте, что там есть и велопарковки практически возле каждого корпуса. Велопрокат там есть? Велопрокат там. А, есть, да? Ну, вот я не знаю, как бы, какая, ну, то есть, там же есть администрация, то есть, политика, да, то есть, они запустили туда велопрокат. Почему они, как бы, это не двигают как фишку? Ну, мне сложно сказать. Говорить им, ребята, сделайте это фишкой. Ну, тоже не совсем понимая, с какой позиции мы туда будем с этим контекстом заходить, с учетом того, что мы, в принципе, к этому отношению никакого не имеем. То, что они туда, в принципе, людей, например, не пускают, да, с учетом того, что просто даже покататься на велосипеде, мне вот тоже, например, непонятно. Ну, то есть, почему бы и нет. Ну, дай бог, что с 1 июня, да, вроде как. Ну, вроде как, да. Вроде как откроют ворота и можно будет туда ездить, я уверен, что народу на велосипедах там будет не меньше, чем там на Цесаревиче, а может даже и больше, потому что территория там поинтереснее, да, и поинтереснее там есть даже по тропинке. Ну, просто открывают только набережную, на территорию-то, ну, вряд ли все-таки будут пускать, как я понимаю. Там очень такая странная и местная ситуация, да. Мне сложно представить, как они будут это забором отграничить, что ли? То есть, вот, например, тропинка, которая ведет к лесу, там красивая такая ветляющая, раз в забор, ну, тогда вообще супер вопрос. Какие проекты еще? Будет фото, велокросс, велофотокросс? Да, наверное, на этой неделе, получается, вот, 24 воскресенье будет велофотокросс. Первая такая, на мой взгляд, попытка что-то какое-то совместить прям. Посмотрим, что из этого получится. Из того, что планируется, ну, вот, то, что я сказал про велошколу, да, мы будем, как бы, ее в этом году, ну, вкладываться достаточно активно. Ну, а, кстати, вот, про велошколу, сейчас вернусь, да, вот буквально. Это какое-то, у вас есть место или все-таки где-то это проводится спонтанно, так, где-то? Ну, сейчас мы вроде как с местом договорились с библиотечными системами, Сергеем Соловьевым, он достаточно открыто на нас вышел и сказал, что, ребята, если вам даже, типа, там, нужно место, где, в принципе, собираться, ну, мы готовы предоставить вам пространство. Отлично. Вот, вот, библиотека Пушкина рядом практически находится, то есть мы, скорее всего, это место, как бы, вот, закрепим сто процентов за велошколой, потому что оно, в принципе, удобно территориально, потом на Царевича можно где-то практику делать, вот, поэтому там будем что-то делать. И про фотокросс продал, продолжаем. А, продолжаем. Что такого будет интересного? Ну, как интересного? Ну, интересного просто будет то, что можно это делать на велосипеде, там, причем, кстати, фотоаппарат, неважно какой, это можно даже на телефон будет это делать. Вообще, я думаю, если так вот анализировать, городу не хватает каких-то событийных мероприятий, где можно просто пообщаться, либо что-то поделать, скажем так, ну, внефоновых, что ли. То есть, там, вот, 1 мая, да, это такая, как бы, там, 9 мая, то есть, какие-то вещи, которые демонстрации, да, они сами под собой подразумевают. Но, опять же, вот, если обратить внимание, сколько народу потом гуляет по улицам просто в удовольствие, и мне кажется, не обязательно это делать на 1 мая. Ну, то есть, можно создавать какие-то глобальные, в том числе, проекты, там, на тот же, на День города, но более их развивать интересно, дополнять какими-то вещами и... Ну, что-то помимо, концерты на Центральной площади, да? Да, 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 да. То есть, делать это прям интересные штуки. И я думаю, что в этом плане, там, велофотокросс, это тоже такая, ну, одна из попыток показать просто, как можно людям общаться, да, вот, собственно говоря, вот в направлении велосипед, фотографии и так далее. Вот. Продолжим несколько вопросов из интернета. Почему в этом году не проводилось масштабное открытие велосезона во Владивостоке? Да, многие. Ну, многие ждут, я, как бы, я тоже скрывать тут не буду. Так может, кто-таки открылся? Пишет. Ну, пускай он открылся, ну, как-то официально сказать. А вот сейчас мы официально открываем его. Смотрите, как бы, короче, в прошлом году мы, когда попробовали эту штуку, мы сами, во-первых, не ожидали, что, во-первых, столько народу, как бы, приедет, и вообще, то есть, что такой резонанс был у этого события. В этом году, честно, могу сказать, что нам просто сил не хватило. Ну, то есть, вот, как бы... А, по-разному, все, да, да. Мы готовы были бы, да, там, прям, что-то бы сделать, но вот ввиду, опять же, нашей всякой занятости, то есть, одному тяжело это прям все, все вводить куда-то. Поэтому сто процентов будет Вилла Ночь. Мы будем выходить даже с этим проектом на конкурс, в общем, идей там тоже для города. В прошлом году успешно прошло, когда перекрывали же Светландскую. Да, 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 да. Вот, в этом году мы тоже хотим это повторить. Я думаю, что у нас, наверное, получится даже прям ее, может быть, совместить там с фан-джампингом и так далее. То есть, прям сделать такой клевый полностью день насыщенный в этом контексте, чтобы, если человек приехал как бы в город на велосипеде, чтобы он потом через 4 часа не уезжал, прям оставался. Вот, то есть, вот с Денисом, с Эдвансом, в общем, сейчас ведем какие-то переговоры в этом направлении. То есть, будет событие такое глобальное. Но вот говорю, в этом году мы, ну, пока, по крайней мере, у нас готовность есть больше на качество. То есть, вложиться в сам формат, как это будет проходить. Закрытие будет велосезонно? Закрытие? Официальное, да? Масштабное? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Сейчас вот мне сложно сказать, сейчас серьезно. Планируем провести, как в прошлом году, виллопикник. Вот. Опять же, то есть, это где-то вот там конец сентября. Вот. Ну, я не называл бы, конечно, закрытием сезона. Просто такое. Ну, с другой стороны, у нас, ну, например, там, если про наш город говорить, мы, конечно, наверное, больше, что это такой сезонный вид транспорта и вообще передвижения. Потому что с нашими, конечно, ветрами и, в принципе, там, дорогами сложновато там ездить чуть попозже. Хотя я в прошлом году катал, ну, так получилось как-то, как-то тепленько все-таки получилось. Я катал практически до декабря. Фотоконкурс «Велосипед в городе» недавно вы проводили. Много ли пришло заявок на участие, когда огласите победителей? А мы, кстати, на самом деле его еще продолжаем. Вот еще есть неделя, да, поэтому можно фотографироваться и прислать заявки. Куда слать, что за конкурс? На самом деле, главное хэштег просто сделать «Велосипед в городе» и все. Фотография может быть? Должен же быть велосипед на фотографии? Нет, конечно, конечно. Просто я думал, что я выложу себя и напишу «Велосипед в городе». Ну, в принципе. Не, ну, оригинальный, если денег там, я не знаю, на футболке что-нибудь там будет и маленький велосипедик держать. И в Инстаграме? Да, в Инстаграме, либо ВКонтакте, либо в Фейсбуке выкладывайте, мы потом находим. В принципе, то есть автоматически человек становится участником конкурса. Поэтому еще вот эта неделя есть, можно спокойно поучаствовать. По части там вручения призов и так далее. Мы в конце мая, в начале июня мы планируем сделать презентацию. Вот мы сейчас, кстати, снимаем тоже видео «Велосипед в городе». То есть такой сделан небольшой арт-проект. Вот, с ночной покатушкой по городу, где мы вот будем как раз, в общем, фотографии будем делать на стенах домов и так далее, проецировать. Вот, и видео, как раз то, которое мы сейчас снимаем. Вот, и там как раз мы огласим победителей. Это когда будет? Сейчас пока решается, потому что там, оказывается, вот эти выходные вообще какие-то насыщенные. И, значит, одни там велоориентирования, у других там просто там маутинбайк, фотокросс, короче, прям супер выходные. Я думаю, ну, это либо 30-е, там 30-е, в ночь, в общем, будет с 30-е, там на 1-го где-то такое. Можно ли создать в Владивостоке движение такое велосипедное, опять же, ну, вот с требованием, вот тут вопрос просто, да, тоже опять же про велопарковки, с требованием к владельцам бизнеса больших магазинов, например, там, не знаю, Дорадо, ДНС, там, Бубльгума того же, да, с петициями, с такой гражданской позицией, с требованиями сделать велопарковку. Вот реально такое создать? Ну, что бы так сказать? Можно, можно. Но в другой момент, мне кажется, не стоит переходить в какой-то момент прям требования. Не, ну, вот как пожелание. Пожелание, да. Я думаю, да. Настойчивое пожелание, да. Я думаю, возможно. И вообще мы сейчас там смотрим примеры, там, того же Питера, там, и Москвы. В Питере, на мой взгляд, вот с точки зрения, там, если вот гражданских инициатив, очень, на мой взгляд, грамотно там все идет. Во-первых, у них есть специальная, там, они разработали электронную форму, в которой можно прям подавать, например, заявку. Ну, понятно, там больше рассчитано на городское управление. Что мне хотелось бы, чтобы там было сделано то-то. Или там, вот, высокий бордюр, вот, в таком-то месте, прошу там как-то просто разобраться и так далее. Вот, я думаю, мы что-то сделаем подобное. Вот сейчас порасспрашиваем более подробно, как это сделать. То есть мы пройдем вообще опрос, что мешает, да, человеку передвигаться на велосипеде по городу, там, что он боится. И если, например, там наберется достаточно большая, ну, то есть тут тоже от людей, на самом деле, будет зависеть. То есть если большая масса людей наберется, которые как раз будут писать о том, что негде парковать велосипед, то есть мы скажем не просто там... Ну, какая самая большая проблема, что, да, негде... Да, 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 что это одна из проблем, почему люди там не перемещаются по городу на велосипеде. То, конечно, мы там используем эти цифры, можем сказать, что, например, вот 500 человек показали, что для них это один из критериев, почему они не ездят, почему бы тогда, ну, то есть какие-то движения не делать. Потом вот в Питере есть такая тоже штука, они сделали что-то вроде такого манифеста, вот, и как раз он достаточно как бы открытый в этом контексте, где любые организации, которые как бы его поддерживают, они там как бы оставляют как бы свою галку, да, мы тоже поддерживаем. Манифестик как раз прописано про то, что делать удобным для велосипедистов и, что, например, там нашу компанию можно, там, или в наш магазин или еще где-то можно с велосипедом. То есть мы не против того, если вы приедете, оставите, то есть, ну, как бы для нас это нормально. Ну, кстати, и здесь у нас в городе я не могу сказать, что прям меня где-то выгоняли, я практически, куда вот я там не приезжаю, то есть я, понятно, сначала захожу к охраннику и говорю, могу поставить велосипед, но практически протестов никаких нет. И на самом деле, по ощущениям, намного безопасней, для меня сейчас на данный момент, завести все-таки в холл, там, здание, нежели оставить его на улице. Ну, зачастую, правда, и приковать его негде на улице, вот, поэтому... Воруют, так воруют яростно у нас, или что? Ну, что значит яростно воруют? Я, как бы, ну, первый велосипед, который у меня был, меня вообще своровали в подъезде, вот. После этого, особенно говоря, я в подъезде вообще не оставляю даже, там, на 5 минут, вот. Ну, как, чем больше людей начнет просто оставлять, тем мы будем ставить статистику. Ну, я 100% уверен, если там воруют всякие, там, люки, там, и так далее, знаешь, увидеть, посмотреть, а тем более, если видеть, что человек постоянно, например, там, оставляет велосипед, вот, то, конечно, найдутся товарищи, я уверен просто. А вот еще про велодорожки, вы много про них говорите, но, на мой взгляд, это совершенно невозможно, машины вдоль обочин паркуются, места нет, дороги узкие. Я не знаю, что человеку ответить, ну, значит, невозможно. Ну, то есть, это то же самое, как сказать, что там невозможно построить какое-нибудь здание, потому что оно там высокое, занимает много места и так далее. Ну, то есть, это же комплексный вопрос, надо смотреть, а нужно ли вообще здесь именно делать эту дорожку. У нас есть побережье, вдоль которого можно спокойно, ну, если говорить прямо транспортной составляющей, хорошее сделать. Вот, Светландская, несложный маршрут для велосипедиста, а вообще абсолютно долуговой, то есть, там, перепады, небольшие высоты, там, сравнимые, в принципе, даже с прямым городом любым. Вот, если сделать все это грамотно, то можно перемещаться на велосипеде. Другой момент, мы говорим уже о культуре просто человека, то есть, если человек, имея машину, нарушает правила и паркуется там, где стоит знак, ну, вопрос тогда к кому? К велодорожке, как бы, которая может быть транспортной составляющей или к автолюбителю. А вообще, хотя бы метр велодорожек построен, вот, за два года велосипедизации? Ну, вот, конкретно, если говорить от того, с того момента, как мы появились, ну, я не знаю прецедента в городе Владивостоке, ни одного. Хотя, в других городах, в которых, насколько я понимаю, движение появилось даже на год позже, вот, там, тот же Иркутск взять, там уже появились велодорожки. Но, должна быть, вот, то, о чем я говорил, мы очень хотели зайти, вот, с какими-то конкретными изменениями, вот, ну, почему-то пока не удалось договориться. То есть, от нас требуют каких-то разработок и исследований, которые, ну, априори не могут быть, ну, сделаны просто любителями. Ну, то есть, это, да, мы готовы участвовать в проектировании с точки зрения, как мнения и помощи. Но это должно быть задание тех людям, которые это могут сделать профессионально. И уже на основании этого что-то делать. Ну, это глупо, если сказать, там, парк минного городка, как бы, и мы готовы, там, всех желающих. Вот вы строитель, да, вы строитель, вы можете нам, вот, что-нибудь сделать? Ну, то есть, ну, это глупо. Поэтому, вот, в этом контексте у нас, видать, не получилось пока договориться, либо донести мысль о том, что, если действительно что-то делать, то это не просто на бумажке нарисовали и сказали, где. Это нужно сделать задание конкретно, там, подрядчику, да, чтобы он разработал, и уже на основании этого можно было что-то воплощать в реальность. Может, у нас не хватает все-таки гражданской активности в городе, поэтому и делают? Ну, попручали, там, в интернетах своих, там, ну, и все. Может быть, что-то нужно, не знаю, такое? Такое? Что это такое? Ну, не знаю, ну, хотя бы, там, петицию какую-нибудь большую, такую, чтобы, там, Ну, вот я и говорю, я поэтому говорю, мы решили, вот, в этом году попробовать выбрать какие-то участки, более, скажем так, детально обрисовать, как это можно было бы изменить, и уже с этим идти и анонсировать это, ну, как, чтобы нас поддержали. Вот, потому что я думаю, ну, вот именно с позиции заходить, как это должно быть, то есть создать сначала команду, которая это будет делать на городском уровне, и потом уже, то есть, ну, у нас не получилось. То есть, значит, нужно действительно создавать прецедент, какой-то, там, не знаю, любительский уровень показать. Вот мы, мы, мы даже, типа, смогли это сделать, почему-то город не может. И тогда, может, что-то действительно задвигается. Вот. Ассортимент велосипедов в городе позволяет говорить о том, что можно выбрать себе, ну, что-то по душе, что тебе захочется? Ну, во-первых, они дешевеют, на мой взгляд, то есть, достаточно очень много сейчас бюджетных вариантов. Я не знаю, кстати, почему, ну, многие, как бы, там, магазины и так далее. Ну, хотя, нет, как-то уже переключился. То есть, изначально вообще, наверное, там, даже год-полтора достаточно дорогие велосипеды были в городе, и популяризовалось это все-таки больше, как такой, ну, вид спорта. Вот. На мой взгляд, спортсмены – это всегда узкая, как бы, часть людей, которая, ну, если, как бы, купила велосипед, однозначно она купит, да, дорогой, но она купит его, там, один раз, и будет просто, там, какие-то апгрейды ему делать деталями. То есть, все, в принципе, человек такой уже приходить, если будет только за обслуживанием. Вот. Самый массовый, на мой взгляд, как бы, сегмент – это вот пользователи, обычные люди. Вот. И сейчас, ну, на мой взгляд, увеличивается количество велосипедов, которые по соотношению цена-качество подходят именно для городского уровня, для любителей, который катается, вот, там, один раз, там, в неделю. Там, там, на выходные они выехали, там, или куда-то. Поэтому, я думаю, сейчас есть возможность купить. Плюс, опять же, интернет, на самом деле. На мой взгляд, какие-то, ну, вещи можно уже спокойно подбирать через интернет, тебе придет, вот, и ребята там соберут, и все. Цена вопроса, какая сейчас, вот, ну, бюджетный вариант такой, чтобы кататься, купить и кататься, и, ну, понятно, что без каких-то, там, спортивных достижений, без катания по горам и так далее. А как-то, вот, по-светландской, да по-русскому, там. Да вообще можно, ну, на мой взгляд, вот, если прям человек катается только по выходным, без сильной нагрузки на велосипед, то где-то в районе, там, 6-7 тысяч можно себе, в принципе, приобрести. Я, причем, я, как бы, сторонник того, что даже можно покупать бэушные велосипеды. Например, там, те хорошие велосипеды, да, пускай, там, на нем поездили два года, но он сам по себе, например, стоил, там, 25 где-нибудь, да, а сейчас там стоит уровень 10 тысяч, там, восьми. То есть спокойно можно брать такой велосипед и продолжать им пользоваться. Вот, поэтому, я думаю, до 10 тысяч 100% можно купить себе хороший велосипед. Тем более, очень много сейчас осталось там старых моделей, 2010 года, 2011 года, вот, они вообще там тоже улетают по цене 8-7 тысяч. Хотя сами по себе они хорошие велосипеды, там, хорошие марки, поэтому просто поискать себе очень даже можно. Какие магазины порекомендуете? Да, что рекомендуете? У нас же их не так много, да? Да не так много, конечно, Триал, Олимп, Владскутер, вот. Плюс, много, кстати, частников, которые просто торгуют, там, с Кореи, с Китая водят велосипеды, но здесь я бы, конечно, уже присматривался, потому что зачастую, ну, то есть люди выставляют эти велосипеды вроде как в таком прям дешевом сегменте, там, 6-7 тысяч, на самом деле, там, они могут быть намного хуже того велосипеда, примерно за такую же цену, там, да, если вы покупаете в каком-то магазине, например, сети магазинов, вот. Ну, и вообще здесь, как бы, ну, то, о чем нужно смотреть. Катаетесь нечасто, но, соответственно, ломаться он будет нечасто. Катаетесь часто, нужно брать подороже. Да. А вы бы что пожелали, вот, в связи с наступлением тепла, уже только раннего достаточно в этом году, вот всем велосипедистам города Владивостока и тем, кто сочувствующим, так сказать? Да что, кататься надо. Ну, на мой взгляд, вот, просто, ну, вот сейчас вот я просто начинаю понимать, что, ну, только своим примером можно показать, что, вот, велосипед, это достаточно, ну, обычная вещь. То есть мы сейчас пытаемся как раз вот выходить от этого стереотипа. Ну, вот, на мой взгляд, это то же самое было, например, там, со спортом. То есть до некоторого времени отношение, как бы, там, не знаю, там, просто к подтягиванию, там, на перекладине, еще где-то это было такое, ну, немножко, как бы, ну, прям мальчишество. Сейчас это выходит на уровень, что, как бы, все больше и больше старше людей начинают на это смотреть. А вот мне такое ощущение, что вот это становится такой, ну, типа, модно, ну, модно, вот, велосипед кататься. Ну, это как с хоккейным клубом «Адмирал». У нас внезапно в городе Владивостоке несколько тысяч ярых болельщиков хоккея, особенно среди девушек, совершенно внезапно. Не, ну, а куда ты от этого деться, я, как бы, думаю, это любое явление, которое будет призывать к какой-то общности людей. Ну, на мой взгляд, ничего плохого нет, тем более, если это в какое-то полезное русло направляется. Вот. Ну, главное, просто не купить, чтобы себе велосипед, потому что, если это модно, и потом он у тебя валяется где-нибудь, ну, тогда, да, тогда возникает вопрос. Лучше можешь на прокат взять для себя периодически, в удовольствие кататься. Вот. Вообще, я думаю, да, надо своим примером. То есть, вот вообще больше-больше людей, вот чем больше людей будет кататься, тем больше шансов чего-то добиться, на самом деле. Потому что будет конкретно понимание, для кого это все делается. То есть, сейчас вот есть четко конкретное понимание, что людям хочется каких-то мероприятий, связанных с велосипедами. Ну, то есть, потому что вот мы сделали, да, и люди пишут, ой, когда-когда, там, а что-нибудь, а когда-когда. То есть, то же самое и здесь. То есть, если возникает вопрос, я хотел бы, там, мне, например, нравится, работу, там, ехать, там, 10 минут, да, вот, я спокойно мог бы это делать на велосипеде, но мне страшно, я боюсь, да, вот, но чем больше людей будет пытаться все-таки преодолевать, как бы, да, вот это состояние показывать, что я катаюсь, езжу на велосипеде, там, на работу, по делам и так далее, тем больше людей будут смотреть на это и думать, ну, обычная вещь, почему бы и нет, а почему бы мне не попробовать, вот уже двое будет ездить, поэтому я думаю, это... Хотя, если вот говорить про город с точки зрения вот прям транспорта, как велосипед, то я думаю, это вообще вот проблема любого, наверное, города. Я не знаю, как долго будут вот меняться вот парадигмы отношения к тому, как вообще строить город, как прокладывать дороги, как делать зоны общественные, как вообще делать пешеходные переходы, почему там бордюрины всегда высокие, ну, вот, мне это тоже не совсем понятно. То есть вот как это будет долго меняться, быстро, точнее, мне сложно сказать. Но, опять же, никто не мешает вам все равно выехать и ехать на велосипеде, не нарушая правил, независимо от того, как это происходит. Вот так вот. Правила много нарушают, кстати, наши велосипедисты города? А автомобилисты много нарушают? У автомобилистов есть еще защитный каркас из такого достаточно плотного материала вокруг них. А у велосипедистов, к сожалению, в лучшем случае шлем на голове. Ну, и зачастую нарушают велосипедисты в целях безопасности. Да. То есть, ну, какие-то движения происходят, скажем так, нарушение правил происходит не из-за того, что я наглый, да, потому что либо это неудобно, да, вот, либо потому что так безопасней. Вот и все. А если мы говорим про машину, то здесь как раз тут наоборот. То есть люди зачастую нарушают, потому что считают, что как бы никто, ну, меня никто не накажет, да мне пофигу, там, и так далее. Поэтому я там и здесь припаркуюсь, и здесь там проеду сплошную, и развернусь, где хочу, и без поворотника буду перестраиваться, там, и так далее. Ну, то есть в этом контексте я думаю, что, скажем так, у велосипедистов немножко подробно. По-другому это. Хотя, опять же, там отношения просто, в принципе, к окружающим. Ну, вот здесь никто не застрахован, что тот же велосипедист может просто тоже наплевательски относиться, там, и к пешеходам, и к автомобилистам, и ехать, как ему заблагорассудится. Понятно. Спасибо большое. У нас в гостях был Евгений Мамаев, руководитель проекта «Велосипедизация Владивостока». Катайтесь аккуратно, вообще катайтесь. Катайтесь. Ну, не, ну как, катайтесь, это больше, конечно, относится к такому моменту, что, прям, как бы это выразиться, прям очень любительскому и такому инфантильному, что... Ну, с чего-то надо же начинать. Да, да. Начинайте скататься, потом просто ездите, и все. Аккуратно. Спасибо большое, всего доброго, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»